Осторожно жара. В Самарской области ожидается до 36 градусов тепла. В губернии объявлен желтый уровень опасности. Жителям региона в такую погоду следует соблюдать осторожность, не находиться долго на солнце, чтобы избежать теплового удара. Как еще защитить себя от жары? Об этом нашим корреспондентам рассказали медики. Вместе с южным ветром в Самарскую область пришла настоящая жара. Июльское солнце разогревает Тольятти до плюс 34-36 градусов. Возможные редкие кратковременные грозовые дожди не собьют аномального зноя. По сведению гидрометцентра, в первой декаде июля средняя температура воздуха в центральной части страны превысит нормы на 5 градусов. Погода у нас определяет сейчас поле повышенного давления. Это преимущественно без осадков. Настоящая июльская жара пришла в регион. И осадки, если и будут, то только при прохождении фронтов вместе с грозами. Температура воздуха ночью 17-22, днем 30-35. Это на 4-8 градусов выше обычной климатической нормы. Всего лишь несколько делений вверх для термометра и кардинальный иной режим для любого жителя средней полосы России. Тема горячих дней раскаляет разговоры. Коллеги по офисам выясняют комфортные настройки кондиционеров. Пассажиры общественного транспорта ищут лучшие способы проветривания салонов автобусов и маршрутных такси. Дачники рассказывают о спасении будущего урожая от палящего солнца. Прохожие выступают против пекла облегченными нарядами, мороженым и прохладительными напитками. Для отдыха выбирают места у воды. Однако высокие температуры и солнце требуют от людей куда более серьезного внимания к своему самочувствию. При температуре окружающей среды выше 35 градусов нарушаются механизмы терморегуляции. Итальятинцы буквально ощущают это на себе. Сердце начинает биться как бешеное. И мне в пот сразу, и я в слабость. Я даже один раз упала. Медики отмечают в группе риска пожилые, люди с хроническими заболеваниями, дети и беременные женщины. Им советуют, если есть такая возможность, оставаться в жаркие часы дома. Молодежь, как ни удивительно, врачи тоже отнесли к тем, кто в опасности. Из-за любви к загару. Рак кожи выходит на первое место среди онкологических заболеваний. Самое главное, что у нас кожа является на сегодняшний день, вот в период жары, является вторым органом дыхания. Поэтому нужно принимать, если это имеется возможность, чаще принимать душ. Но душ должен быть прохладный, но ни в коем случае не ледяной водой. Если принимать ледяной водой, то это ведет к осложнениям, это может привести к вниманию и заболеваниям сердца. Также в это время необходимо больше употреблять жидкости. Жидкость, значит, должна быть или это простая вода без газа, травяные отвары или несладкий фруктовый компот. Под запретом алкоголь. В еде стоит отдать предпочтение холодным блюдам, овощам, фруктам, рыбе и кисломолочным продуктам. Физические нагрузки снизить. А если почувствовали тошноту, головную боль, присядьте в тени, умойтесь и накройте голову мокрой тканью. Если не становится лучше, вызывайте скорую. Елена Сафронова, Игорь Речман, Михаил Цуркин. Новости Тольятти.